Сдержанно я готовила, сезон был не лучшим образом, у меня сложился. Я очень рада, что увидела. Итак, Егорова сразу же следом в Бельмондо, и через 2 секунды за Бельмондо Ольга Данилова. Все в 3 секундах одновременно стартует Лазутина и Гаврилюк. У них одинаковое время на дистанции 5 километров, они расстелили 5-6 места. И затем на 7-й строчке. Какой-то очень устало. Бельмондо и Бельмондо, лидеры мирового сезона в этом году. Призеры вчерашней гонки классики оправдывают вот эти свои высокие позиции в Кубке мира. Но я подчеркиваю, что все это только начало. Самое начало 10-километровой гонки. Отметка 1,3 километра. Впрочем, нам здесь даже не важно следить и помечать. Не нужно знакомить отрывки у листочки бумажки. И не нужно помечать промежуточное время, потому что вся гонка будет происходить у нас на глазах. Егорова отстает. Данилова, Гаврилюк, Лазутина отстает еще больше. Под пятым номером Лариса Лазутина. И дальше Егорова с Даниловой. Три километра. Впереди еще семь километров. Сейчас, сразу после этой отметки, начнется длинный спуск. И спортсменки появятся здесь. Приятно было бежать. И так заканчивается первая половина дистанции. 10 километров. Гонка преследования у женщин коньком. Стефания Бельмонта. Елена Вяльпе. Нина Гаврилюк. Егорова здесь же. Да, как мы предполагали. Шестерка. Ну, почти без изменений. Единственное, хотелось бы видеть. И думали, что Лазутина сможет все-таки принять участие в борьбе за медали. Нет, она не выдержала предложенному лидерами темпо. И отстала вот только сейчас появилась на стадионе. Дыша в спину Антонине Ординой. Нина Гаврилюк теперь возглавила Гонгу. Егорова по-прежнему держится. Четвертый. И дальше пятый Нойманова. И шестой Ольга Данилова не отпуская сильнейших. Сейчас все будет решаться. Не исключено, что вот на этих трех километрах. Видите, полсекунды разрыва от Гаврилюк после пяти километров. В Бельмондо. Вяльбе секунды. Егорова 1.8. Ничего не ясного. Бельмондо. Егорова, несмотря на то, что достаточно скромно оценила свои шансы сегодня. Пять километров была в группе лидеров. Но вот Гаврилюк отстает. Все-таки Вяльбе и Бельмондо. Вяльбе и Бельмондо предложили ускорение сразу же. После прохождения пяти километровой отметки я уже говорил, что здесь три километра в подъем, в подъем, в подъем. И вот на этом подъеме Вяльбе и Бельмондо и решили оторваться от преследовательниц. Преследовательницы, то бишь Гаврилюк, Егорова, Нойманова и Данилова не выдержали предложенного вот этого ускорения. Теперь уже, спрашиваю я еще раз исполнительного директора нашей лыжной федерации Виталия Конторовича, теперь уже считаете ли вы, что пара претенденток на золото определилась? Никто не вмешается. Да, теперь он со мной согласен. С местным эстонским гонщиком Вяльбе и под его фамилией осталось выступать и после того, как они расстались. Сын Лены Франц постоянно сопровождает маму на сборах нашей национальной команды, но сейчас он у отца в Эстонии наверняка наблюдает вот эту вот борьбу. Тем более, что как раз рядом с нами кабина эстонского телевидения под шестым номером Нина Гаврилюк. Нойманова не отпускает ее. Итак, Бельмондо Вяльбе Гаврилюк. 10 секунд уже на полутора километрах, с кем мы видим всю гонку. Последний подъем к восьмикилометровой отметке. У кого сейчас больше силы останется? Вот он. Да, значит все решится уже на вот этих длинных спусках сюда к стадиону. Плечо к плечу Вяльбе и Бельмондо. Третье Нойманова, четвертое Гаврилюк. Третье Нойманова, четвертое Гаврилюк. Тоже практически в одно время. Ну, секунда разрыва здесь еще ничего не значит. И Данилова, и Любовь Егорова, шестой. Да, мы с вами были правы предполагать. Сейчас они влетят на стадион. 600 метров, вы видите, табличка. 600 метров супер спринт лыжной. Вяльбе и Бельмондо. Тут ведь еще вопрос в том, по какому радиусу вот этот последний поворот 180 градусов проходить. Вяльбе прямо на пятках у Бельмондо. Уже отстали, совсем отстали борющиеся за третье место Нойманова и Гаврилюк. Вяльбе предпринимает ускорение, обходит по внешнему радиусу Бельмондо. Бельмондо обходит чуть-чуть. Елена Вяльбе там, я не знаю, полметра, метр. Узаст ли ей занять сейчас вот пробку, выражая слегка атлетическим языком, нет, не удается. Но еще одна попытка есть. Последние 150 метров только появились сейчас на стадионе Гаврилюк и Нойманова. И если я не ошибаюсь, Нина Гаврилюк выиграла, обошла Катарину Нойманову и продолжает от нее уходить. Во всяком случае, по свету шапочки я могу только различать их сейчас. Они вдали от нас, от наших комментаторских кабин. Супер спринт. Стефания Бельмондо, Елена Вяльбе. Вяльбе выходит вперед, Вяльбе выходит вперед. Какие-то полметра. Практически в одно время они финишируют. В одно время или Стефания Бельмондо выиграла? Пол секунды. Пол секунды выигрывает Стефания Бельмондо у Елены Вяльбе. Но это не официальный результат. Он еще должен быть подтвержден в жюри. Нина Гаврилюк завоевывает бронзовую медаль. Великолепно пройдя последние три километра. Уже казалось, что Нойманова начинает от нее убегать. Ольга Данилова опережает Любовь Егорову. Ну что же. В шестерке наших четыре... В шестерке лучших четыре наших гонщиц. Две медали серебряные. Елена, как минимум, подчеркну, серебряная медаль. Как минимум серебряная медаль. Посмотрим. Тут фотофиниш нужен. Еще раз хорошо его посмотреть. Можем норвежцев назад попросить. Вяльбе? Вяльбе впереди. Кажется, Елена Вяльбе, она...